Вы знаете, я сегодня не буду прибегать к видеоматериалу, просто сложно здесь у меня получилось по ситуации. Я хочу просить, во-первых, я поставила вам музу Ива Санурана, пусть в сегодняшней ауре она нас сегодня сопровождает. Это несравненная французская актриса Катрин Дунефь, 70-летие которой только что недавно отметили. И вот что, о чём я ещё хочу просить Наталье Ивановне Метелицу, чтобы она нам дала время, когда у неё будет возможность, это, конечно, не в эти дни, но вы будете следить за рекламой. Я хочу просить показать полностью фильм об Иви Сануране, который снят недавно. И вот там, со всеми документами точными, неприблизительными, правильно трактованными, вы сможете ознакомиться полностью с жизнью художника. Там будут фрагменты документальные, чёрно-белые, которые будут сочетаться с цветными сценами. В общем, это в недалёком будущем. Сейчас мне хотелось осветить немного жизни этого действительно чудесного художника, конкретно по разным видам его деятельности, потому что его деятельность необыкновенна, бесконечно, просто-напросто. И наиболее интересны его работы в театре обычном, в драматическом, в театре балетном и, конечно, на киноэкране. И как-то прочертить разницу между этими видами искусства, потому что они необыкновенно трудны. И в особенности труден переход от театра к кино. Это особый, абсолютно, переход. Итак, друзья, Ив Сен-Лоран художник чудесный. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом хоть немного усомнится. И это художник, который в мире моды царствовал более 50 лет. Он умер в возрасте 72 лет. За свою большую деятельность он получил даже Оскара моды, что бывает абсолютно нечасто. Но сейчас мне бы хотелось ненадолго отойти от темы Дягилев по скрипту нашей темы и вернуться к Дягилеву, к его истокам, к началу в Париже. И это будут те истоки, вот я обращаю ваше внимание, которые питали уже опосредованно Ива Сен-Лорана. Итак, Дягилев в Париже. Итак, модельеры кинулись к нему. Вот обратите внимание, вот если мы сейчас сосредоточимся, то мы увидим два направления. Два двух великих художников. Конечно, между ними были многие другие, но вот двое, которые долго будут олицетворять эпоху. Это прежде всего Поль Пуаре, который царствовал в то время в моде и который кинулся к шейхерезаде, к шальварам, к шифонам, к легким тканям, ко всем этим замечательным материям. И когда парижские модницы оделись в эти легкие ткани, и Париж заблистал, как говорится, вот в такой романтике. Это одно. Далее тут уже царствовала, уже оперившаяся, как говорится, набравшая силу Коко Шанель, которая всю жизнь боролась с Полем Пуаре. Ну, это нормально, я говорю с хорошей точки зрения. Она уже прибегала к минимализму, и она уже заявила, не будет этого. Я заставлю женщин снять корсеты, я заставлю их надеть короткие удобные юбки, и они будут иметь возможность загорать. Все это свершилось. Но Пол Пуаре всегда был рядом. Ну, как говорится, время идет. Дягилев, значит, в 1929 году умирает. Но вот в период его царствия, как говорится, в мире балета, и уже опосредованно моды, понимаете, дорогие коллеги, Дягилев обладал редким талантом. Он умел видеть другие таланты. Это бывает редко. К нему пришли Равель, Дебюси, Пикассо. Вот Пульпура, вернее, Пульпура немного в стороне остался. Коко Шанель, она к нему пришла, она оформляла его балеты и так далее. Но в это время, в это время, где-то вызревал постепенно великий гений, благородный гений, как его назвали. Это был Кристиан Диор. И вот смотрите, значит, Кристиан Диор уже приходит много позже. И как бы, скажем так, условно, условно на смену Полю Пуаре, хотя он как бы проверяет алгебры и гармонию. Его модели абсолютно совершенны. Не зря, о ком бы мы ни говорили, всегда в сознании у всех Кристиан Диор, король моды, благородный гений. И вот он формируется постепенно в этой ауре, очень постепенно. В мире моды он царствовал недолго, всего 10 лет, поймите. Всё остальное время он готовился. Чем только он не занимался, или с пруденцией, он собирался быть композитором, кстати. Он хорошо знал музыку, и его модели исключительно музыкальны. И вот именно к нему попадает совершенно ещё юный Кристиан Ив Сен-Лоран. Вот видите, как судьба ведёт иногда людей. Сен-Лоран, который родился в Африке, приехал в Париж в возрасте 17 лет, и тут поступил в школу модельеров. Но судьба его свела с уникальным человеком. Это тоже её перст. И несмотря на то, что часто мы спорили с тем, что как важен менеджер, продюсер и так далее, говорили, ничего, гений сам по себе пробьётся. Наверное, не всегда так. Так вот, Ив Сен-Лоран встретил удивительного человека Пьера Берже, который стал его менеджером. Вот это был гениальный менеджер, менеджер-художник. Может быть, такой же менеджер, как Дягилев для Ива Сен-Лоран. Потому что Пьер Берже охватывал очень многие виды деятельности. От высокой политики до высокой моды. Он был свой в гранд-опера. Короткое время руководил этим театром. Он был в администрации Ива Франсуа Миттерана на очень высокой должности. И он очень рано познакомился с Ивом Сен-Лораном. Скажем, на похоронах Диора. И вот Диор умирает рано. В возрасте 52 лет. Представляете себе? И Ив Сен-Лоран, которого Диор успел заметить, он становится директором его дома. Дома Диор. Молодой человек, которому всего 21 год. Вот здесь Пьер Берже помогает ему. Он уговаривает одного крупного американского магната вложить деньги в этого юношу, который еще ничего не значит. И вот в 22 года Ив Сен-Лоран делает первую свою большую коллекцию под названием «Трапеция». Он интересуется архитектурой. К этому прибегает иногда. Эта коллекция сразу произвела фурор. Он очень быстро получил имя. Он очень быстро сделал несколько шумных коллекций. Кстати, между прочим, он впервые ввел на свои показы темнокожих манекенщиц. И вы помните, как Наоми Кэмпбелл получила очень большую известность. Но Ив Сен-Лоран быстро перешел в театр. Это был очень образованный человек. Он очень любил живопись, очень любил балет, очень любил музыку. И, конечно, Пьер Берже познакомил его с Роланом Петти. Это замечательный хореограф того времени. И за пять цен на рану повезло. Такой крупный балет, как Собор Парижской благоматери. Но здесь я могу взывать немного к вашей памяти, потому что этот балет был поставлен и у нас в Мариинском театре. И шел довольно долго и очень успешно. Вот здесь Ив Сен-Лоран выступает в качестве художника по костюму. И вы знаете, что интересно? Вот если сейчас немного его вспомнить, как Дебалет, который является особым действующим лицом у Ролана Петти, одет Ивом Сен-Лораном в разноцветные тона витражей Собора Парижской благоматери. Представьте себе, как будто вот эти витражи под силой эмоций вдруг разбиваются, рассыпаются и в костюмах танцовщиц являются на сцене. Это была замечательная находка, причем сделанная очень простыми средствами. И далее, конечно, Ив Сен-Лоран находит для каждого персонажа свои очень точные костюмы. Кстати, он очень хорошо знает психологию. Когда он уже работал на драматической сцене в кино, психологическая точность для него была абсолютно, абсолютно. Я нет, через две минуты об этом поговорю. И так, значит, вот этот балет, который во всех отношениях имел огромный успех. И Сен-Лоран, любящий очень балетную пластику, вообще это искусство, продолжал работу с Роланом Петти. Но с колер Ролан Петти оставляет гранд-опера и уезжает в Марсель, где создает свою собственную труппу. И вот здесь Ив Сен-Лоран продолжает работу. Друзья, тема огромная. Я хочу остановиться на нескольких балетах только. Итак, значит, мы будем в скором времени говорить о кино, но не только, как говорится, художник идет в кино, но и кино обратно идет к художнику и идет в балет. Так вот, Ролан Петти, который очень хорошо знал кино, особенно старое кино, он заинтересовался, очень любил образ Марлен Дитрима, они уже вчера говорили много. И вот он взял за основу одного из своих балетов фильм «Голубой ангел». Это был эпохальный фильм. Это был первый звуковой большой фильм. Когда кино, к сожалению, перестало быть великим немым, ну, это разные точки зрения, во всяком случае, 12 лучших фильмов всех времен и народов, включает в себя только три звуковых фильма и девять немых. Когда все было ориентировано на пластику, на выражение лица, на выражение эмоций. Ну, и вот как раз «Голубой ангел» стоит на грани немого и звукового кино. Марлен Дитрим там выражительно просто. В роли Лолы-Лолы, вот этой певички кабачка «Голубой ангел». И вот, заинтересовавшись этой темой, Ролан Петти переносит это все в балет, создает пластическими образами, пластическими средствами этот образ. И на помощь здесь приходит Сен-Бранс со своими голубыми тонами, чуть более, вообще голубой вот такой гаммы. И, как говорится, тоже в романтических образах создаёт эту трагическую историю. Далее, Ролан Петти очень любил творчество Лукина Висконте. Это блистательный, конечно, режиссёр. И, смотрите, он, конечно, посмотрев такой фильм, как «Леопард», не мог им не увлечься. А когда он увлёкся совершенно, как говорится, безумен, он, конечно, перенёс его на балетную сцену. Он создал балет «Леопард». Небольшой по размеру, но очень интересный. И тоже его оформил Ив Сен-Бран. Уже тональности, вот, как говорится, Италии 1860-х годов, прихода Горибайди, вот этих революционных тем, и, конечно, эмоций. Далее два балета мне очень хочется упомянуть, небольшие. Это гибель розы. Ну, в общем-то, точнее, розмолад, больная роза, но неважно. И, вы знаете, вот здесь вот как раз Ив Сен-Бран как будто бы внутренне вспомнил поле поры. Вот эта мягкая ткань, вот этот лёгкий шёлт, вот этот цвет чуть-чуть увыдающей индийской розы, которая как будто действительно немножко больна, и на ваших глазах в пластике балерины всё это будет умирать. Кстати, здесь очень хитонно, очень гармонирует с движениями, с движениями рук, ног. Вот здесь удивительно, Ролану Петти удалось ткань, то есть костюм сделать равноправным действующим лицом, включая её форму, цвет. И мне кажется, что это замечательная работа Ива Сен-Брана, которая всегда вызывает прекрасные эмоции. Ну и, конечно, эмблема. Моя Павлова. Ну, у всех своя Анна Павлова. Конечно, Ролан Петти никогда её не видел, но вот он создал своё ощущение, свою мечту, мечту о русском балете, вот ту, которую Анна Павлова по всему миру распространила, у него в образе костюма Лорана явилась своя Анна Павлова. Он работал в драматическом театре и в Сен-Брана, но немного. Это, кстати, когда он познакомился с Джорджем Эльбертацией, то он оформлял его спектакль. И сейчас давайте тогда перейдём к Джорджу Эльбертацией немножечко вот к этой теме. Вы понимаете, друзья мои, значит, конечно, если вы придёте на Авеню Монтень, там каждый модельер имеет свой бутик. Конечно, мода выходит на улицы, но, как в Париже иногда говорят, там мода вышла из моды. То есть каждый одевается как хочет. Понимаете? Конечно, бутики стоят пустыми, в основном витрины, всё это дорого. Конечно, театр – это вещь хорошая, но в театру тоже ходят не очень много. Ну, так что же остаётся для модельера? Для него остаётся кино, потому что кино массовое. В кино ходят все. В кино могут ходить в самых отдалённых точках зимового шара. И вот через кино настоящий модельер, кутерье, несёт вам своё искусство в надежде, что вы будете, ну, если не покупать его модели, то как-то, в общем-то, к ним приспосабливаться. И вот Ив Саваран тоже приходит в кино. Вы знаете, ему опять повезло. Ну, наверное, просто-напросто талант его тоже был велик, и он нравился не только самому Диору, но и самым выдающимся кинорежиссёру. А вот посмотрите, с кем он работает. Он работает с Жаком Деми, он работает с Луизом Юниуэлем, ведь с этим режиссёром очень трудно работать. И он работает с Аленом Рене, это глава французской новой волны, это выдающийся режиссёр. Французская новая волна, как вы, может быть, помните, хлынула на берег Франции и мировой кинематографии в 1958 году, когда стартовало огромное количество талантов. Это был приход, второй приход Де Горя к власти. Это была Пятая Республика. Всё было в один год. Андре Мальро стал его бессменным министром культуры. И вот в 1958 год сразу обилие талантов, буквально, как по мгновению, волшебные бабочки. Ален Рене с фильмом «Красима, любовь моя». Жан-Люк Гадар с фильмом «На последнем дыхании». Трюфор с фильмом «Четыре сто ударов». Шаброй с фильмом «Красавчик Серж». И вокруг них формируются другие. Тут же приходят вскоре в кино со своими музыкальными сказками. Жан-Деми. Вы помните явление совсем юной 18-летней Катрин Деуэфи в фильме «Шаброй с Кезонтики». Она произвела неизгладимые впечатления. И вот она вскоре становится музыкой Ива Санурана. Вы понимаете, каждый художник, модельер, вы уже говорили о том, как «Карден Майя-Плесец». Сначала с Жанной Муро работал, потом с Майей Плесецкой. Вообще каждый модельер ищет, ищет свой персонаж. Вот, например, с «Живанши» работал с «Одрих Эггерн». Ну, не всем это удается, это все очень трудно. Но вот Ив Сан-Дуран нашел Катрин Деуэфи, и она уже рекламировала все его годы. Ну, не на подиуме, как говорится, а как раз вот в широком плане и его одежду, и даже унисекс. Честно говоря, она даже появлялась в смокинге. Мне она в смокинге лично не нравится, но Ив Сан-Дуран изобрел женский смокинг, и, конечно, Катрин Деуэфи его тоже надевала. Так вот, Ив Сан-Дуран, конечно, продолжает свою работу как модельер. И в двух словах я просто вам, вы, конечно, это все знаете, ну, просто подчеркну, что Ив Сан-Дуран стал вводить в женскую одежду элементы мужского костюма. Брюки, вот эти высокие сапоги, кожаные куртки, и даже вот унисекс, мода унисекс, это изобретение Ива Сан-Дурана, и даже вот, как я вам уже сейчас сказала, женский смокинг. Так вот, вернемся к его работе в кино. Появляется, кстати, между прочим, может быть, старшее поколение помнит замечательный фильм такой виртуозный человек-оркестр. Вот там были костюмы Сан-Дурана, и только два цвета, красный и белый. Но в каких невероятных вариантах они там были. Более того, вы понимаете, там же главное действующее лицо это коллектив танцовщиц. Но у него они двигались вообще в фильме и в пластике Сан-Дурана в его одежде. Но они двигались на сцене так же, как в жизни. Вот здесь было полное слияние жизни и, как говорится, сцены в одном фильме. И вы, наверное, помните девушки из Рашфор. Это чудная уже Катрин Дуновь вместе со своей сестрой Франсуазой Дерлиак вот этот дуэт. Очень скромными средствами пластическими, скромными, цветовыми, но какая элегантность это была. Какое это было движение. Это была последняя память о Франсуазе Дерлиак. Прекрасная актриса и сестре Катрин Дуновь, которая после этого фильма трагически погибла, она случайно ехала в машине и после дождя она ехала на проволоку обнаженную и сгорела, запрела в машине. Такая была трагическая ее смерть. Ну, сестра после долгой болезни продолжала, естественно, свою работу. Здесь творчество Катрин Дуновь и Сен-Луран приходит Луис Бенюэль. Но в фильмах Бенюэля Сен-Луран одевал только Катрин Дуновь, не другие персонажи. Иногда, знаете, бывает так, что в одном фильме каждый актер, если он и звезда, имеет своего отдельного, значит, вот, кутерье. Но костюмы фильма Бенюэля были. Вот здесь кадры из фильма Тристана. Здесь, кажется, в Катрин Дуновь действительно сосредоточен весь мир. Когда-то Марчелло Мастрояне сказал, знаешь, Катрин, она вне все и дьявол, и бог. Причем это смешанно так, что она становится исключительно интересной, но побеждает всегда добро. И даже сама Катрин Дуновь через свои фильмы говорила, что я не хочу перестать любить. Вот почему, в общем-то, ее образы, ее герои всегда такие притягательные. Друзья, я бы хотела перейти у нас мало времени к Алину Рене. Вы понимаете, здесь Ив Сен-Лоран сделал замечательные работы. Вот здесь мы сейчас вернемся к началу 30-х годов. Вот смерть Дягилева, как говорится, все кутюрье вокруг царства, и тут еще Поль Пуаре, тут еще Шанель, все они здесь. И вот, значит, Иву Сен-Лорану нужно было создать костюмы, костюмы для фильма, действие которого происходит в начале 30-х годов. Это, друзья, была очень трудная политика, очень, Алина Рене всегда политикой очень интересовался, и это фильм об одном знаменитом авантюристе. У нас о нем в то время почти не говорили, да и сейчас мало кто знает, хотя, в общем-то, уже более-менее благодаря фильму Алиана Рене даже у нас его знают. Этого человека звали Александр Столистский. Фильм тоже так называется Столистский. Место действия Франции начало 30-х годов. Причем это был момент, когда уже Гитлер пришел власти полностью, когда уже Италия приняла фашизм, когда уже Франция приняла фашизм. Смотрите, какое окружение. Что было нужно? Нужна была Франция. Она сопротивлялась. Все-таки в ней богаты революционные традиции, понимаете? Вот революции быстро кончались, но революционный фольклор, как говорится, оставался. Видите ли, даже сегодня свобода, равенство, братство. Это лоз, который выиграл в центре нации. Марсельеза это национальный гимн и день взятия Бастилии национальный праздник. Пусть это не реализовалось, но мечты живут. Так вот Франция сопротивлялась. И вот этому человеку Александру Ставистскому, он русского происхождения, киевлянин, это Илья Эренбург описывал его образ когда-то. Вот в одном из ресторанов мне показали странного молодого человека, который проходил на латиноамериканского танцора и сказали «Это самый талантливый жулик во всем Париже. Между прочим, ваш соотечественник». Ну, знаменитый писатель сказал, что я не стала интересоваться, мало ли, в Париже талантливых жуликов разных национальностей. Но через день я увидел его фотографии во всех газетах. Так вот Александру Ставистскому удалось свершить во Франции невероятные. Франции угрожал фашистский перероборот, уже шли на парламент. Представляете, уже у моста на площади Согласия были остановлены. Он был убит. Вначале это замаскировали самоубийство. После этого Тронскому, который имел политическое убежище во Франции, предложили покинуть страну. И вот все это нужно было изобразить и не только в стиле, и в костюмах, той эпохи. Роль этого орунтериста блистательно сыграл Жан-Поль Бельмондо, еще молодой. И вот Ив Сен-Нуран сделал для него костюм. Знаете, очень элегантный, но в то же время с элементами вот какого-такого коммерциализма. С гвоздиками в петлицах, с розами. Причем даже манеры были вот по такой немножко авантюрный тип. главной роли была Ани Дю Пере. И вот здесь Ив Сен-Нуран прибег к моде, скажем, вдохновленный полем Форе. Это были удивительные шелка, это были меха, это были шикарные страусовые перья. Вот такой образ он сделал из этой возлюбленной авантюриста замечательной актрисы. И, друзья, я хочу поговорить немного о фильме, который, может быть, вы здесь видели, мы его много показывали. Это тоже фильм о Лене Рене, как и Стависке. Это фильм в прошлом году в Мариинбате. Фильм, который так и остался, как вещь в себе. Это был поток сознания на экране. Это был удивительно один, только один, единственный фильм. И вот костюмы этого фильма как раз очень тоже как бы были вдохновлены Полем Порре. Тоже перья, красивые очень перья на халатах, на вечерних платьях. Очень красивый костюм Дельфин Сейрик это замечательная актриса. Очень хорошие костюмы были у мужчин, мужской гардероб замечательный, который очень трудно создать. Абсолютно как будто бы каменный Саша Питоев, как будто он совершенно не движется, его удлиненные линии, удлиненные формы. И костюмы Джорджа Альбертатца более нейтральные. И вот здесь как раз Евсел Муран познакомился с Джорджем Альбертатцем и работал в театре Альбертатцем про Клебер, который находился в Риме. Ну и еще мне хотелось бы вернуться к одной теме. Вот мы говорили уже об этом спектакле Мальро или Метаморфозы богов, который был зрительно в костюмах формен замечательно Джанни Лерсачи. Этот спектакль тоже привозили в Петербург. Он на гастролях был в нашем Мариинском театре. Спектакль шел три часа и люди даже не понимая в чем там дело на одном дыхании как какую-то магию его воспринимали. Этот спектакль Бижар создал через десять лет после смерти Малер министра культуры генерала Деголя знаменитого писателя историка искусств. Он называется Мальро или Метаморфозы богов потому что Бижар поднимает Мальро на уровень бога. Это метаморфозы этого человека. Вот отсюда название этого спектакля и также называется одна из искусствоведческих книг Мальро. Так вот Ален Рене он создал фильм Мальро вскоре сразу после его смерти. Это уникальная картина. Это фильм 1977 года. Он называется Провидение. Тут Метаморфозы богов. Здесь Провидение тоже непонятное явление. Именно знак судьбы. И вот здесь были великолепнейшие костюмы Сен-Лорана. Они были следующего плана. Роль Мальро воображаемого уже конечно в фильме играл легендарный актер Джон Гилгут. Может быть вы его помните. Он приезжал сюда на гастроли. Это замечательный актер Шекспировского театра. Вот он играл эту роль. Дальше в фильме снимался Дирк Богарт в роли сына главного персонажа. И это уже был более современный вот такой человек. Его костюмы отражали буквально сегодняшний день. И конечно женские костюмы были очень живописны. Вот такой вот образ который как говорится во всей своей истории в глубины проходил. И касался сегодняшнего дня и где говорилось об очень многих событиях мировой истории все это отражалось и в общем облике персонажа. Понимаете друзья кино имеет крупный план. Кино это не подел. Здесь нельзя просто одеть манекенщицу в кино и заставить ее ходить только определенным планом. И тем более что она должна на персонаж должен действовать в костюме выражая как говорится лицом уже все свои эмоции то есть крупный план он играл очень большую роль. Так вот переход даже театрального художника в кино бесконечно трудит. Он должен изучить этот вид искусства. Он должен приноровиться к нему. Только Ивусен Мурану удалось все это сделать. Он блестящий работал в театре Альбертации Проклемер он прекрасно работал в балете он прекрасно работал в кинематографе он всегда оставался замечательным модельером. В конце жизни уже конечно был очень болен но фильм который я очень надеюсь что вы придете будете иметь возможность и здесь будут иметь возможность показать расскажет вам о нем все от его детских лет о его жизни в Африке о том что он всегда интересовался Востоком и кстати между прочим очень не любил путешествий вы знаете была у него такая странность он говорил что я лучше всего себя чувствую когда я один в комнате вот тогда все в мире вокруг меня живет и все идеи ко мне приходят и его постоянным другом и его импрессарио был легендарный Пьер Берже который в общем-то в данном случае в данном случае я повторяю буквально играл роль Дягилева но вы знаете друзья тема бесконечна между может быть у вас есть какие-то вопросы но я просто очень надеюсь что вы все увидите этот фильм посмотрите на портрет Катрине Деной это была уникальная дружба но я знаю что времени очень мало так кто что хочет спросить наш коллектив здесь неизвестно ли что в сотрудничестве Ива Сен-Лоран с Марией Громцевой с кем с Марией Громцевой это белымигрантка которая имела свой дом я знаю да но вы знаете я не занималась как раз этим а в какой школе учился Ив Сен-Лоран где он обучал вы знаете да простите но просто значит так он родился в Алжире и он в Алжире и жил до 17 лет в 17 лет он приехал в Париж и он обучался в школе художников от кутюр вот все было немного не так в 1955 году он выиграл конкурс среди молодых скидок для молодых дизайнеров устроенный журналом ВОК причем первое место он разделил с Карлом Игерфельдом вследствие чего они друг друга ненавидны и после того как он выиграл этот конкурс ему был выдан грант от журнала ВОК на обучение в Парижской школе дизайна и именно Миша Тебрунов собственный редактор тогдашнего французского ВОК и привел его к Диору вы понимаете встреча это произошло здесь очень много всяких как говорится моментов простите я обнесу эту коррективу но трапеция не была самостоятельной коллекцией дома Игстен Лоран это была коллекция дома Диора и после смерти да а свою собственную коллекцию Лоран своего дома показал только в 62 он стал во главе после смерти Диора первая коллекция на 62 октавая ну и еще кто за некорректные вопросы за не хотите не отвечать почему чмел ради бога я бы хотела услышать ваши впечатления от вчерашнего спектакля мое впечатление только мое да ну вы знаете друзья ну как вам сказать дошел человек где-то свой собственный путь я помню когда Бренджакаш приезжал в первый раз он был совсем еще молодой еще до того как он стал знаменит он выступал в консерватории там эликсир любви у него вот подобные были небольшие тыг и когда мы его встретили он сказал что я сегодня ночь не спал я ехал в город Ваганове классического танца я очень этим взволнула но вы знаете вот прошел он такой творческий путь ну это не мой хореограф но во всяком случае это одна из красок того что происходит в мире понимаете я его не люблю я лично ну а все остальные я не знаю дело каждого да абсолютно спасибо пожалуйста спасибо